друзья навигатор за что-то на меня обиделся и повел меня по таким местам из которых я думаю что я просто не выйду но потихонечку все-таки потихонечку полигонечку сумел вот сейчас подошел каньону здесь река кудепста течет вот подъехали ребята вот подсказали подсказали что здесь есть пещера но я ее видел но я не думал что здесь как бы такая нормальная дорога чтобы к ней подойти вот сейчас еду по их пути покажу вам пещеру здесь что-то а вот здесь качают воду какая красота здесь вот он каньон сейчас мы чуть попозже обязательно я здесь полетаю я вам покажу всю эту красоту а тут вот есть спуск не здесь ребята пошли туда соответственно тогда я не буду другом цветочки вот кстати скоро 8 марта всех женщин с наступающим заодно раз уж мы в таком месте жалко уж и но ничего такая тропа достаточно по красоте нормально вот что-то они там остановились не знаю куда мы придем а вы там не нашли дорогу да там нету но здесь точно спуск есть здесь точно спуск есть был но если он был значит он никуда не делся так значит мы идем другой дорогой будем смотреть да мы можем прийти так вот тропинки ведут вниз тропинки ведут вот сюда так не совсем я уверен что здесь можно пройти на самом деле какой-то четкой тропинке здесь я не вижу здесь только вот какие-то грязные непонятно куда ведущие вот обрыли так если бы заглянуть немножко а вот какая-то тропа есть она закинута закрыта палками что-то мне кажется что здесь я никуда не приду либо я сейчас такую влезу что не вылезу отсюда вообще ух ты по-моему я это нашел так ну смотрите да здесь по ходу можно спуститься вот такой вот здесь знаю экстремальный путь вот вот она вся эта красота внизу шумит река кудепста немножечко дальше вот там там получается за изгибом находится каньон саха и соответственно река саха втекает а там вот где домики здесь мы зайдись я глазами вижу вам наверное нет не видно соответственно там вот ну да все правильно вот он путь все на в принципе попробую я спуститься вниз короче весь змог попытался найти какой-то вариант вот там сейчас после дождя очень скользко есть вероятность упасть поэтому ограничимся аэросъемкой и а и 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 пока я летал на коптере наслаждался красотой каньона вот вышли ребята вот подсказали куда мне идти где чтобы мне спуститься к реке и вот сейчас я это делаю так что увидим с вами реку вблизи прохожу сейчас вот такая ферма здесь курочки здесь у нас снова кругом цветочки здесь здесь везде цветы вот она эта тропа так что весна идет полным ходом папоротник что ли растет на дереве такого не видел еще да да на дереве растет папоротник конечно здорово а вот тропиночка смотрите вот здесь такой лесок очень крутой спуск но благодаря вот этим ступенькам и поручням в принципе можно все таки идти дальше конечно сегодня очень скользко погода очень мокрая вижу какую-то пещеру наверное наверное это она и есть да да смотрите все вот она первая пещера про которую как раз и говорили ребята но сюда я не пойду потому что нужно как минимум хотя бы какой-то фонарик чтобы все это все это заснять вот ну вот немножко с краешку ну да люди ходят сюда знаю там дальше можно пройти нет да пещера классная сюда надо приходить с фонариками так что вот вот такая вот здесь пещерка достаточно такая неплохая идем дальше мне конечно задача была не найти пещеру про пещеру сказали ребята вот и поэтому уже захотелось посмотреть где это место а вот наверное 2 или это все а так это и есть так все я понял значит кальке мы здесь не спустимся соответственно мы а это сквозной все понятно кальке мы здесь не спустимся вот это сделано специально ой смотрите на том на том краю не знаю не увидите наверное очень много барашков не знаю я просто вижу их много много они как раз там бегают не знаю наверное вы в камеру это все не увидите короче по сути барашки здесь вот такой лес пещера короче дорога это чисто в пещеру кальке здесь спуститься нельзя кальке нужно как то другому по другому искать спуск ну да вот она получается что если я сейчас пройду здесь я буду должен выйти уже там на той стороне такая вот правда здесь ничего не видно вообще ничего не видно вот такие вот здесь красивые так это сталактиты или сталагниты это я уже не забыл это я уже не помню кто-то с них растет сверху кто-то снизу вот такая вот пещерка здесь ну да сюда надо приходить с фонарем а даже так здесь здесь иконы а вот видите как здесь все короче здесь иконы стоят кто-то молится здесь так что вот такая вот пещера ребят конечно не было задачи найти пещеру думал я все-таки что можно будет спуститься к реке вот сейчас посмотрю какие-то другие варианты может быть это получится просто а каньон он где-то кончается а там на въезде еще были белые скалы может быть заеду туда если заеду тогда вы об этом узнаете вот так что так пока не буду с вами прощаться ставьте лайки и подписывайтесь на канал вот смотрите как раз вся информация в принципе по этой пещере шарикополосная пещера божьей матери находится в правой стене Кудепсинского каньона протяженностью 60 метров площадь 75 квадратных метров имеет небольшой зал со сталактитами два соединяющихся друг с другом входа как раз сталактиты мы с вами видели а получила известность как объект регионального поклонения особенного представителей греческой общины со второй половины 19 века по бытующим преданиям здесь в позднее средневековье укрывались христианские монахи после прекращения деятельности ближайших храмов наиболее почитаемой у них являлась икона Божьей Матери в пещере есть импровизированные алтари с небольшими иконостасами посвященными Деве Марии в дни определенных религиозных праздников здесь проводятся коллективные богослужения пещерная капель со сталактитов по убеждению верующих обладает целебными свойствами среди местного населения известно также под именами Святой Марии, Богомольной, Греческой, Святой, Пещеры и другие так что вот так вот